Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Давайте сначала я ее зачитаю, а потом прокомментирую, собственно, как всегда мы это и делаем. Четыре месяца назад в ВК познакомилась с турком, показался мне очень воспитанным, умным, приятным мужчиной. Сказал, что работает архитектором, живет уже около пяти лет в России. Изначально, серьезно, я его, конечно, не воспринимала. Во-первых, разница в возрасте, ему 37, а мне 42. Ну и как и все наслышано о турецких мужчинах из соцсетей. Он рассказывал себе, что родился и вырос в Берлине, там же выучился в УЗИ, про свою семью, что никогда не был женат, так как в молодости был влюблен во француженку, которая его обманула с другим. Меня этот вопрос тоже насторожило, как так 12 лет носить в себе обиду. Рассказывал, что имеет дом в Берлине, и в Стамбуле, и в Анталии. Меня это сильно не насторажило, так как понимаю, что ведущие архитекторы достаточно хорошо зарабатывают. Через два месяца нашего общения он все чаще начал говорить, что влюблен в меня, что хочет связать со мной всю свою жизнь. Собирался по окончанию строительства в марте приехать ко мне. Но такой напор и внезапная любовь меня, конечно, очень насторожила. Ну, думаю, ладно, поживем, увидим. Но после Нового года что-то начало меняться в его поведении. Он стал меньше писать и реже звонить. Наши видеозвонки стали непродолжительными. Он сказал, что это связано с большой нагрузкой на работе и проблемами. Судебные тяжбы с пострадавшим рабочим у него. И теперь он все чаще стал говорить о том, что, возможно, суд затянется, и он не сможет приехать в марте. На мой вопрос, что если он хочет познакомиться в реальности, он может купить мне билет до Минска. Он сейчас строит торговый центр там. Он отвечает, что у него очень плотный график, и он не сможет уделить мне достаточно времени. На мой вопрос, что строительство закончится, а он будет в Минске ждать окончания суда, и у него будет достаточно времени, отвечает уклончиво. А вчера я решила его проверить, так как он уверяет меня, что я его единственная женщина. Любовь всей его жизни, и я его будущая жена. Я написала ему с аккаунта подружки, и он ответил. Но потом я поняла, что он все-таки в процессе переписки догадался, что эта девушка моя подруга, и быстро прекратил переписку. Рассказал мне о ней сам, не догадываясь, что я ему писала. И тут же у него появились очередные причины, почему он, возможно, не сможет приехать через два месяца. И теперь это финансовые проблемы его семьи. Я уже было хотела с ним порвать, предложила ему закончить отношения, но он клянется и божится, что любит меня и не хочет расставаться. Я в замешательстве, даже не знаю, что думать. Как понять, что действительно правду в его словах, а что ложь? Меня еще настораживает один момент, у него турецкий номер, к которому привязаны мессенджеры. На мой вопрос, почему не немецкий? Говорит, что его родители зимой в Турции, а летом в Германии. Поэтому ему удобнее с ними общаться с турецкого номера. Вот тут я сейчас остановлюсь и вам поясню, что что-то странное он городит, почему именно так. Ну, может, так бывает. Вообще, наоборот, турки, которые в Германии живут, ну, немецкие турки, так их назовем, они, кстати, наоборот, летом стремятся, едут в Турцию, если у них даже дома в Турции нет, они едут по родственникам, к знакомым, просто путешествуют, покупают отели, останавливаются, они едут летом, потому что тепло, сезон, это курортные места Турции. А зиму они живут в Германии. Поэтому очень странно, что зиму они, типа, в Турции тусуются, летом в Германии, что-то наоборот, очень, очень, меня это прям заинтересовало. Очень как-то странный момент. Обычно я вообще не встречала, короче говоря, так скажу, для меня это может быть нонсенс. Девочки, у кого немецкие турки, я знаю, что такие у меня подписчицы есть, напишите, как у вас с этим, почему, например, они могут хотеть, наоборот, время вот это поменять, да, и наоборот, когда сезон, они едут в Германию. Чуть непонятно, честно, непонятно мне. Так, еще один аспект, который стал меня настораживать, это разговоры о сексе. Его предложение виртуального секса. Я отказала ему, а он не устает мне говорить, что он же любит меня, соответственно, хочет. И поэтому это не аморально, если двое любящих людей, у которых все серьезно иногда на такие вещи идут. Но в этом плане я абсолютно непреклонна, и он злится и всячески пытается меня переубедить. Галина, вы умная женщина, и у меня вся надежда на вас. Мне человек стал дорог, как бы глупо, наверное, это не звучало. Но подкупил он меня не сладкими речами, а наличием ума. Он образованный, умный, много читал, с ним всегда есть что обсудить. И я не знаю, как мне поступить, где это внутри, разумом мне подсказывает, что, наверное, таких, как я, у него в каждом городе России. И в то же время я боюсь совершить ошибку и закончить отношения. А если он не обманывает, и у нас есть шанс, даже не знаю, как быть. Может, вы сможете что-то посоветовать, как его проверить или подтолкнуть каким-нибудь действием. Буду благодарна за ответ. Я вам честно скажу, что подталкивать сразу такое, да, к действиям проверять или еще что-то не надо. Вы сейчас... Я вам советую расслабиться. Это самое трудное сейчас будет вам сделать. Но вы должны расслабиться, и пусть оно идет, как идет. Главный мой совет в жизни всегда, вот, просто работать. Ты не знаешь, чего делать? Ничего не предпринимай, ничего не делай. Сама ситуация тебя куда-то выведет. Не хочет он ехать. Причины? Вообще спускайте на тормоза эту тему. Главное, keep calm, как говорится. Расслабляйте свои мозги. Занимайте свое время. Не ориентируйтесь на него. Если вы там планировали отпуск на это время, пусть лесом идет. Планируйте отпуск для себя. Едьте там, не знаю, за границу. Как-то по-другому время проводите. Ему об этом не говорите. В конце концов, кто захочет, понимаете, дело в том, что он всегда найдет какие-то пути решения, да, ситуации. Поедете в отпуск, ему не говорите просто об этом. Огромная ошибка женщин наших, когда вот они на расстоянии с турками после встреч, либо вообще вот еще не встречались. Как дурочки, вы извините, конечно, девчонки, но как дурочки. Начинайте недальновидно, без женской хитрости. Начинайте все докладывать, про себя рассказывать, чтобы перед ним быть хорошей, чтобы он не сомневался, что я тут там с мужиками не кручу. А я в отпуск поеду, вот эта вот манипуляция всякий, это бред. Собралась потихоньку, съездила в отпуск, ничего не сказала. Фотки никакие нигде не публикуешь, отдохнула. Живите для себя, не до одобрения, либо а что скажет ваш турок, а что он подумает, а он во мне засомневается, он меня будет ревновать. Он тебе никто еще, чтобы тебя ревновать, и тебе вообще говорить, ехать тебе в отпуск куда-то или нет. В конце концов, вот так. И вообще-то в отпуск ездят не только, не знаю, там, с мужиками знакомиться, бухать или еще что-то, просто ехать можно по-семейному, с родственниками, там, не знаю, с мамой, с сестрой, отдохнуть, просто полежать. И объясняться это, кому-то там что-то доказывать, вы не должны в это поймите. Вам просто хочется привязать себя к мужчине, поэтому вы начинаете докладываться, вот этой ерундой заниматься, трепете себе нервы ему, и вы себя считаете в отношениях, да, и чуть там перед кем-то отчитываетесь. Вообще-то, честно, это огромный бред. Надо жить, в первую очередь, для себя. Это первое. Теперь, в вашей конкретной ситуации, не надо бежать впереди паровоза, не надо что-то ему пытаться узнать, разузнать и все прочее. Вот моя догадка, честно, возможно, да, он там кого-то себе завел, абсолютно возможно, но при этом у него есть какой-то интерес к вам, и общение он с вами не заворачивает. Поэтому отпускайте все на тормоза, не бегите впереди паровоза, не надо, чтобы вам это было нужнее всех вокруг. Ну, вот так и вот так. Не приедет? Ну и нафига, я в отпуск поеду. Но не надо ему заранее говорить о том, что ты поедешь в отпуск, вот это вот все, и чтобы нервы, вот это не надо манипулировать этим, ревностью или еще чем-то. Вы тогда играетесь, и с вами действительно закончат отношения. Будьте спокойны, покладисты, которые говорят, я не приеду. Ну ладно, окей, не нервничайте, может у вас внутри вулкан, но вы ничего не показываете. Ой, у меня там суд, я еще останусь ждать. А ты понимаешь, что да, ты дружок, я могу в этот момент приехать. Он этой встрече как бы ее откладывает, не дает повод, да? Окей, хорошо. Но вот местечку вы-то в себе в голове, вы поедете, например, в отпуск съездите, вы отдохнете, вы себе нервы расслабите. Для себя живите, для своего удовольствия не оборачивайтесь на этого мужика. Вот и все, что я вам хочу посоветовать. А само себя, эти отношения, если они такие вот сложились, общения, оно себя само куда-то выведет. Ну, сойдет на нет в итоге, ну, сойдет на нет, значит. Значит, ну, действительно, кто-то появился. Ну, нет, на суда нет, как бы. Не ваш человек просто, понимаете? Не надо вот этой нервотрепкой жить и бежать впереди про вас. Вот женщины меня всегда поражают, вот эти эмоции. А что мне его бросить? А как мне узнать? Готовы шпиона уже нанять, чтобы за ним кто-то ходил, там, например, по минуску и смотрел, есть у него кто-то или нет. Мне такие девочки иногда пишут в Стамбуле, «Проверьте там моего мужчину, это вообще нормально, а нет?» Так что цените себя в первую очередь. Соглашайтесь с тем, что он говорит. Да-да-да, но внутри себя понимаете, оцениваете ситуацию. И допускать, что он, может, врет там, или у него кто-то появился. Вы немножко для себя в эмоциях держите его вот так вот, на вытянутой руке. Так сильно, как раньше, не доверяйте, не верьте ему. Я думаю, что вы считаете, что это хорошая партия, не хотите его потерять. Мужчина там при деньгах, и ведущий там типа инженера, или кто он там, о господи, архитектор. Ну да, как бы, но такой мужчина, да, вы правильно говорите, у него в каждом городе может быть, он тем более вы познакомились в интернете, и это очень ненадежно. У вас еще не было первой встречи никакой. Очень возможно, большой процент, я вас не буду обнадеживать, что он поматросит и бросит эти интернетными отношениями, так и останется, закончится на этом. Вы реально можете не встретиться. Возможно, дело-то не в вас, или в то, что он бабник. Так, вот страх вот этих отношений, встреч в реале после интернета, я вам отдельное видео об этом вроде как-то снимала, говорила, и вот думаю, наверное, снять, напишите комментарий надо или нет. Причины, почему люди сидят онлайн и не встречаются. Вот одна из причин, их просто страх реальных отношений, ответственности за отношения, брака детей, потому что это все на подкорке у людей. И когда складываются отношения, ответственность за отношения, это все все равно срабатывает инстинктивно и у мужчин, и у женщин. И он может быть не мачо, может, у него никого нет. Он в интернете, например, может сидеть, переписываться, поднимать просто свою самооценку и считать, что он мачо. А в реальной жизни он не такой. Он такой, маску такую хочет себя деть. Он хочет себя почувствовать уверенным в себе. Он хочет... Это проблема с либидо и эго у мужчины. И в вашей ситуации точно так же может быть. Может, в интернете там все горы обещают, типа, когда по факту вы за дело-то беретесь, встреча вот по факту. Не можешь, вот так мы можем. Не можешь, вот так можем. Как ты... Когда до дела, до реальных поступков, пык-мык он никак. Ничего не делает, не предпринимает. Это не только то, что он бабник, а то, что он безответственный, он не готов к реальным отношениям. Он чего-то боится. Может быть травмы от женщин в предыдущем какие-то. Может семейный опыт плохой. Может опыт родителей. Или просто он считает, да, он перспективный мужчина, за ним очень много всяких девушек, пекают меркантильных, он еще что-то в этом роде. У всех свои проблемы как бы личные. Вы это не узнаете. Никогда в голову к нему не залезете. Поэтому думать, что, ой, я какая-то не такая, мне предпочли другую, или он там в Минске нашел себе еще кого-то лучше, чем я, не надо на себя грести. Вот если вы будете самооценкой нормальной, вы будете для себя жить, кайфовать от своей жизни, за него не держаться, не ориентироваться на эти пару-тройку месяцев и трястись, когда мы что-то там увидимся. Не может увидеться. Села, поехала сама отдыхать. Ему ничего не сказала. Живешь для себя, развлекаешься. Ему об этом не говоришь, не манипулируй этой поездкой, чтобы не ревность у него или еще что-то было. Это только оттолкнет. Съездила, поднялась, ему самооценку отдохнула. Ему не сказала. Тебе легче, самое лучшее стало. Морально ты выпрямилась у тебя, стержень внутри появился, ты плечи расправила, ты по-другому себя ведешь. А он там дальше геморроится каким-то образом. Он там, приеду, не приеду, смогу, не смогу. А у него там еще куча планов. И финансовая он у него. У него все подключается. У него всегда будет куча всяких проблем. Такие есть мужчины, которые боятся ответственности. У них куча причин, чтобы что-то не делать. Может, у нас таких. Поэтому ты просто не реагируй на его причины. Вот и все. Живи для себя, радуйся. Да, приедет, ну окей, классно. Проведем время, познакомимся в реальной жизни. Нет, ну окей, никак не просто. Никаких эмоций не подключай к этому. Постарайся в сердце отдалить этого человека. Ты уже, я смотрю, нафантазировала себе, что он в отношениях, что все уже, вот как я привязалась, что у него есть ум, он такой хороший. Он может такое есть. Но у него есть и плохие черты, которых ты не знаешь, которые никто никогда в интернете не скажет, потому что все в масках. Ты это узнаешь при личном только общении, правильно? Вот возможно, его плохая черта, его страх. Страх отношений, общения и все прочее. Когда говорят, ой, все бабники, девочки. Вот это вот ходить по бабам мужиков, то что это присуще определенному возрасту. То есть это активный пубертатный период, там с 17-16 лет до лет 30-35. Вот это применительно слово бабник. А если мужчины уже после 35-30 лет активно, скажем так, ходят по женщинам, вот так это скажем, этим гордятся, самое главное, этим гордятся, всем рассказывают, друзьям кичатся, себе помышают этим самооценку, это говорит о их психологических проблемах с эго и либидо. Они повышают себе самооценку за счет этих похождений. В нем другие проблемы скрыты, психологические и мужские проблемы. Мужская психика здесь работает. Так что я считаю, что, да, вот так вот подведем, я же много-много об одном о том же разговариваю, рассказываю, так что не реагируем, живем для себя. Куда выведет, туда выведет. Не предпринимай конкретных никаких действий. Не надо за ним следить, выводить на что-то, узнавать, нафиг оно надо. Это вот так вот бегая за мужиком, прикладывая усилия, ты теряешь, занижаешь себе самооценку, ты теряешь себя. Что вы думаете по этому поводу, пишите в ваших комментариях, будет очень интересно. Спасибо за внимание. Всем пока.